Работники Курба, руководство Сбербанка и коммунисты снова за столом переговоров. Фермеры и депутаты в который раз пытаются убедить банкиров пойти на мировую и составить для хозяйства более удобный график погашения долга. На многочисленных заседаниях в суде, которые длится почти год, сделать это не удалось. В указе президента в 120-м прописано, что банки и государства для сельхозпроизводителя, которые не воруют деньги, а вкладывают их в развитие мясной и молочной промышленности, должны быть созданы нормальные финансовые условия. 700 миллионов на свое развитие Курба взяла 9 лет назад. Сложности с возвратом кредита возникли сразу. На ферме не раз менялись руководители. Все они неэффективно развивали хозяйство. Денег на погашение долга не было. 8 лет банк Курбу не беспокоил и напомнил о себе лишь в прошлом году, когда хозяйство возглавил бывший военнослужащий Алик Балаев. Банк, почувствовав, что дела хозяйства пошли в гору, потребовал возврата кредита и составил для Курбы график погашения долга. Вы считаете, что те платежи, которые у вас изначально были расписаны, они согласились? Они под давлением согласились, некуда было деваться. В прошлом году подписали. Но эти суммы изначально были невыполнимы, вы с этим не согласны. Здесь подход-то, арифметика должна быть с учетом сельхозпроизводителя. Та же конечный результат, но арифметика такая, чтобы они выжили, а не померли. При новом директоре Курба исправно платила банку проценты 7,5 миллионов рублей. А вот сумму основного долга однажды просрочила. Директору пришлось выбирать, накормить животных и выдать фермерам зарплату или отдать долг банку. Тогда банк подал в суд. Он потребовал вернуть ему досрочно 200 миллионов рублей. Хотя кредит Курба должна была отдать к 2021 году. В итоге, арбитражный суд обязал хозяйству вернуть Сбербанку 200 миллионов. Я разделяю беспокойность всех по судьбой предприятия. Но смотрите, Курба с августа прошлого года, как говорила, что не хочу платить, не могу, так и не платит банку, кроме процентов. Погашение основного долга не происходит. В принципе, страдает банк. По словам фермеров, сейчас уже сам банк ставит палки в колеса и не дает возможности своевременно возвращать кредит. Он будто намеренно подводит Курбу к банкротству. Больше полугода не подписывает хозяйству платежи. Получается, хозяйство ежемесячно платило ему проценты 7,5 миллионов рублей. А банк по разным поводам не подтверждал оплату. Как будто совсем не получал от заемщика денег. Без этого Курба не могла получать свои законные субсидии на погашение долга, которые положены сельхозпроизводителям. Сейчас она не в состоянии платить Сбербанку даже проценты. Хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину и узнать, все-таки Сбербанк это государственная структура или как. Потому что никто не может на них повлиять. Курба – одно из крупнейших фермерских хозяйств области. Оно производит треть всей свинины в регионе и является участником государственной программы развития сельского хозяйства. Поставляет мясо в государственный резерв. Сейчас в суде рассматривается встречный иск Курбы. Она просит признать необоснованным требование банка выплатить ему досрочно еще почти 100 миллионов рублей. Кроме тех 200, которые суд обязал уже вернуть кредитору.